У торгово-развлекательного центра Ханшатыр забивают сваи. Тут строят подземный переход, на который из госпюджета выделили ни много ни мало, почти 10 миллионов долларов. Дороговизну подрядчики объясняют сложностью работ и какими-то инновациями. Бурение сваев у нас получается на глубину 18 до 22 метров. Это каждый с собой влечет, это получается геологические работы полностью, засыпка котлована, отвод воды. Здесь же получается малый Талдыколь озеро на глубине. При этом рабочие признаются, их очень торопят. Из 11 месяцев на основные работы дали только два. Затем они должны открыть дорогу и заняться отделочными работами под землей. Переход выложат из гранита. Это 10-й подземный переход, который мы строим в Астане. Строим его, чтобы облегчить движение на данном месте, так как большинство пешеходов скапливается именно в этой части города. Там также есть парк влюбленных и недавно закончили строительство нового театра. Поэтому там необходимо построить подземный пешеходный переход. Сам комплекс Ханшатыр сдали в эксплуатацию пять лет назад. Строительство подземного перехода можно было бы предусмотреть заранее, говорит почетный архитектор Казахстана Манджол Чиканаев. По его словам, Астане нужны не обитые кафелем туннели, а многофункциональные подземные центры с эскалаторами и местами отдыха для людей. Как, например, на Манежной площади в Москве. На такой, по его словам, и 10 миллионов не хватит. А для обычного этих денег много. Если это обыкновенный туннель для спуска по этим мокрым заснеженным ступенькам и переход через плохо освещенный переход, без эскалатора, без обогрева, без всего, тогда это уже не моя оценка должна быть, а оценка других органов, на что тут такие деньги тратятся. Куда и в каком направлении уходят деньги налогоплательщиков, столичные жители мало задумываются. Лишь некоторые задаются риторическими вопросами. Для того, чтобы построили вот эти подземки, они неэффективно могут построить, потому что половина денег, как говорится, в нашей стране коррупция есть все-таки. Мы не понимаем, на что они тратятся. На дороги, которые ремонтируют, сливают деньги, наверное, на это и тратятся. В данный момент сейчас людей проживают, там нам делают дорогу. Они каждый год то и сделают, то все бросают и так. Вот та самая бывшая улица Вагонная, которую переименовали в честь короля Саудовской Аравии – Фахт-бен-Абдель-Азиза. Жители рассказывают, здесь когда-то начали ремонт дороги, потом бросили, и все теперь утопает в грязи. До некоторых улиц в Астане руки строителей вообще не дошли. И когда дойдут, видимо, одному окину столица известно. Что там без предел, а? Что там без предел? Дорогу надо делать!